Друзья, всем привет! Завтра уже 1 декабря, начинается волшебная новогодняя пора. Сегодня я хочу вас вдохновить на создание приничного домика. Так, покажу его полностью. Предупреждаю сразу, здесь разборный каркас, и как делать непосредственно этот каркас или же основу я не показывала, потому что в этом нет никакого смысла, указываю свои взгляды на идеальный дизайн, пропорции, форму домика. Я буду показывать исключительно, как я делала дизайн для него. Погнали! Мне понравилось такое основание, я делала достаточно прочным, здесь где-то 4 слоя картона. Все, что нужно было, я еще подклеивала сверху малярным скотчем, и внутри обклеила красивой подарочной бумагой. Теперь будем декорировать. У приничных домиков такой крафтовый цвет, поэтому проще всего было взять бумажные крафтовые пакеты. Они есть как в магазинах одежды, так же в доставке. Еще из посылок беру, там Яндекс.Маркета можно достать, они внутрь складывают крафтовую бумагу, только единственное, она там очень мятая. Возможно, что в данном случае это будет портить результат. Я промазываю клеем ПВА, так же хорошо подойдет клей-карандаш, и просто приклеиваю нужной стороной на крафтовую бумагу все детали, которые у меня получились. Очень важно сушить это долго, до полного высыхания, и под прессом. Я с помощью скальпеля отделяю более-менее примерный кусок, а уже вырезать встык я буду, когда все просохнет. Если сушить не под прессом, то бумага может сморщиться из-за того, что клей достаточно влажный, нам это совершенно не подходит, поэтому лучше сушить качественно. Благо, пакетами я запаслась заранее. Новый год это такое время, к которому нужно с лета собирать всякие коробочки для имитации подарков, пакеты, мусор и всякий хлам. Но зато очень много материала для творчества теперь бесплатного, что немаловажно. Кстати, если у пакетов какие-то утолщения, скобки, вы обязательно все это удаляйте, чтобы оно вам не мешало, как я сейчас ручку убрала, например. Переходим к трубе. Я хотела сделать сверху утолщение. И в жизни так бывает, и в фильмах часто видно, что наверху ряд кирпичей выступает. Я это буду делать с помощью картона. Все отрезаю и приклеиваю по месту, то есть без размеров, без измерений. Мне кажется, это наиболее удобный вариант. Сразу же учитываем толщину самого материала, которым работаем. Клей также все буду на ПВА. На термоклей, наверное, будет быстрее, лучше и проще, но у меня уже был вынят клей ПВА, поэтому решила так. Я приклеивала в два слоя. Одного слоя мне показалось недостаточно. И вот этим малярным скотчем очень удобно все фиксировать. Если где-то нужно что-то стянуть, подтянуть, у меня нет струбцин, поэтому в дело идут малярный скотч и резинки. Мои детали полностью просохли под прессом. И теперь я встык удаляю с помощью канцелярского скальпеля. Может получиться так, что какие-то края отходят, не до конца приклеены. Так бывает, не переживайте. Просто обрезайте и подклеивайте их отдельно. В данном случае лучше размазывать все кисточкой или губочкой, чтобы получилось качественно. Теперь нужно прорезать все окна и двери. Это очень просто. Также канцелярским скальпелем или ножом можно спокойно все быстро и красиво прорезать. Дверной краем также прорезаем просто. Теперь собираем то, что у нас получилось. Я вот там углы не очень качественно закрыла, но в будущем я над этим поработала. И стыки пока что тоже не прикрывала, только стыки дверей и окон. Вот эти белые полосы, это уголки для лучшей сборки. Я их потом закрою отдельно. Не знала пока, как задекорирую и нужно ли их закрывать. Это маршмеллоу, это продукты. Не переживайте, я, честно говоря, сама против использовать продукты в таких целях. Но я заметила, что у меня было 4 пачки просроченных маршмеллоу. Но просрочены они достаточно сильно и употреблять их в пищу уже точно нельзя. Поэтому я решила, что лучше декорировать ими что-то, чем выбрасывать в помойку. Если же вы захотите просто использовать такой материал в качестве декорации, я рекомендую купить их заранее, открыть пачку и дать им подсохнуть. Потому что мои достаточно твердые, прочные и с ними удобно работать. Если же у вас будут очень свежие, мягенькие маршмеллки, тогда они будут с одной стороны липнуть кругом, с другой стороны очень плохо вести себя в работе. Узоры просто составляю из головы. И обязательно опирайтесь на то количество материала, которое у вас есть. Я сначала посчитала, сколько у меня этих штучек, а потом уже посмотрела, как могу их располагать. Эти ужасные стыки мозолят в глаза, поэтому переходим к ним. Это кусок потолочной плитки, супер бюджетный, легкий и клевый материал. Отрезаю также по месту. Можно отрезать ножницами, можно отрезать канцелярским ножом, наверное, даже обычным кухонным ножом или же канцелярским скальпелем. Клеить такой материал лучше на термопистолет. Это быстро и надежно. Но если нет возможности клеить на термопистолет, можно попробовать клей дракон или титан. Но этот клей затвердевает в течение, по-моему, суток, если жирно его использовать. Поэтому придется все подклеивать, держать. В общем, очень неудобно. Поэтому, наверное, стоит все-таки склониться к термопистолету. Склеиваю видимые вот эти вот бачка. И над боковыми стенками тоже срезы у крыши буду также декорировать. Здесь буду отмерять тоже по месту. То есть, если я знаю, что мне нужно две такие штуки, я не буду вырезать вторую по первой, потому что все-таки это домик, который я вырезала из того, что было. И возможно, что между собой длины сторон могут не совпадать. Если вырезаете канцелярским ножом или скальпелем, очень удобно это делать по линейке. Просто ведете. Ровно получается и красиво. Но, смотрите, расчерчивать это не вариант. Либо же нужно расчерчивать ручкой без чернил, может быть, зубочисткой, деревянной палочкой, то есть, чтобы оставить оттиск. Если вы карандашом даже проведете, то материал уже не будет таким белым и испачкается. Еще у меня были маленькие маршмелки. Их я буду использовать как будто бы это ручки для ставень на окнах. Выглядит очень мило. Просто невероятно мило. А большие бочонки у меня закончились еще при декоре углов с той стороны, поэтому буду использовать другие. Складываю их как кирпичики, один на другой. Кстати, для устойчивости в будущем я еще подклеила точки соединения между собой маршмеллоу на уголке, потому что так наносила клей только на часть соприкосновения с домиком. Все-таки это достаточно хрупкий материал, поэтому лучше перестраховаться. Переходим к трубе. Я уже начала выкладывать кирпичики с одной стороны. И теперь кирпичики выложим по всем боковушкам. Вырезаю опять же на глаз. Примерный размер выбираю по размеру этой части трубы. Теперь будем создавать элементы для декора стен и крыши нашего приничного домика. Я буду имитировать кирпичную кладку. Для этого нужно нарезать много тонких полосочек. Толщину полоски нужно подбирать соразмерно с домиком. У меня это где-то 2 до 6 мм, то есть в среднем где-то 3-4 мм, но если есть отклонения, то ничего страшного. Показываю вам, что и ножом, и ножницами вырезать одинаково клево, быстро и удобно. Поэтому совершенно это не важно. Материал прекрасный для работы и творчества подходит этот. Для крыши я вырезаю сначала полоску потолще, где-то толщиной 3,5 см. И нарезаю ее на такие прямоугольнички, где-то 5-6 см длиной, но опять же подбирайте в зависимости от своей крыши. Из этих прямоугольничков я буду вырезать нечто похожее на лепесток. Без всяких трафаретов, каждая уникальна, у каждой свой конкретный размер. Так будет выглядеть натуральнее. Просто беру и вырезаю. Дальше будет необязательный шаг, но мне нравится так больше. С помощью свечи я буду обрабатывать элементы. То есть они будут немножко плавиться, даже не плавиться, а нагреваться. И это придаст им прочность. Нужно понять вот эту температуру, точку над свечой, которая будет не поджигать, не проплавлять, а просто немного сжимать наши заготовки. И тогда они будут более блестящими, более твердыми и немножко уменьшатся в своих размерах. Еще край, видите, такой становится, как сказать, более ребристый, что ли. В общем, это очень похоже, если бы из кондитерского шприца мы вырисовали узор. Если такой домик будет делать ребенок, или вам некогда заниматься подобными вещами, тогда просто пропускайте этот шаг. А у лепесточков для крыши, которые будут имитировать с одной стороны черепицу, а в приничном домике они будут имитировать стружку миндаля, я делаю форму, то есть чтобы они стали немножко такие вогнутые. Кстати, когда нагревается этот материал от потолочной плитки, он дает небольшой неприятный запах. Вот видите, разницу между прямым и вогнутым. Поэтому лучше делать это не в квартире, или даже если в квартире, то очень хорошо проветривать. И, как я говорила, возможно, стоит пропустить этот шаг, но я его делала, поэтому покажу и вам. Вот, он у меня пропалился немного, но ничего страшного, нужно просто понять то расстояние, над которым держать. Кстати говоря, я думала сделать какой-нибудь красивый интересный цветок из таких лепестков на шаре. Единственное, что получается очень ломко, то есть этот шар будет достаточно сложно хранить до следующего года, его как бы всегда надо держать в висячем положении, поэтому пока не знаю. Еще мне очень нравится, что края становятся более тонкими и как бы выглядят аккуратнее. Теперь все, что у нас получилось, будем постепенно наклеивать на домик. Сначала я имитирую кирпичную кладку на термоклей-клею. Заполняю все свободные пространства. Можно заранее смотреть длину вашей палочки горизонтальной или же приклеивать, например, и отрезать уже местно. Но, наверное, лучше сначала узнать длину, приложить, чтобы потом уже не нанести клей на что-то лишнее. А теперь хаотично в шахматном порядке делаем вертикальные грани. А теперь переходим к крыше. То же самое, просто свой материал приклеиваем на клей, ищем точки соприкосновения, потому что они выгнуты, и залипаем на этот процесс. На боковой стенке все то же самое. Я думаю, что даже немножко полегче, потому что не нужно особо примеряться. И если не хватает длины одной палочки, тогда вы доведите там до середины, и от нее уже другую палочку клейте. Перегородки тоже ставим точно так же, хаотично, в шахматном порядке. А тут, кстати, я работаю и нагреваю лепестки сразу. Сразу же их подклеиваю, потому что заранее определить необходимое количество просто невозможно. Так и хочется, чтобы из трубы дым пошел. Теперь будем делать оправу для окон. У меня там окна-сердечки, поэтому никаких готовых таких форм особо-то и не найдешь. Будем делать сами. Я взяла втулку из-под скотча, немножко ее обрезала. Ну, точнее, не немножко, а отрезала от нее небольшой кусок. И теперь, придав ему форму сердечком, я буду приматывать самую простую ленточку по кругу, которая подходит по цвету. В моем случае это тонкая розовенькая ленточка. Намотала, и теперь на термоклей просто приклеиваю на свое место. Кстати, я для них оставила немного места вокруг оконных проемов, чтобы имитация плитки не помешала приклеиванию. Моя крюк двери я тоже оставляла, но не смогла придумать, чем задекорировать. Тоже розовым не захотелось. Может быть, когда-нибудь я доработаю эту идею. Чуть не забыли, еще нужно обязательно по дымоходу тоже сделать имитацию кирпича, чтобы выглядел он уже законченным и хорошо смотрелся в общей работе. Делаем то же самое. Сначала горизонтальные, потом перекладинки. Спасибо за просмотр. Если вам понравилась моя идея, дайте знать об этом в комментариях или в социальных видео.